Ребята, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. И в сегодняшнем видео у нас пойдет с вами речь о тех новинках, которые в ближайшем будущем выйдут. И те новинки, которые я хочу, вот прям очень-очень-очень сильно. И я просто надеюсь, что где-то денежки упадут мне с небес. И я вот так вот их быстро соберу и побегу в магазины, в онлайн-магазины заказывать, покупать срочно. Потому что все эти новинки мною очень сильно желаемы. Некоторые из них мною желаемы не так сильно, но тем не менее это запуски, которые обычно все всегда ждут. А некоторые из них я прям очень сильно хочу. И, пожалуй, самый желаемый запуск мой, который я просто вожделею, это новая коллекция Nars, которая вся коллекция называется Orgasm. В ней будет палетка хайлайтеров различных оттенков и теплые, холодные, нейтральные. В ней также будут румяна спрессованные. Также в этой коллекции будет масляный блеск для губ. И еще в лимитированной упаковке самые знаменитые румяно-кремовые текстуры Nars Orgasm. Я очень рада, что у меня нет в коллекции ни кремовых румян, оргазм. И у меня нет их в сухой текстуре. Потому что то, в какой упаковке они это сделали, это реально очень оргазмичное. Оттенок очень похож сейчас на мою худи, которую я ношу. Я обожаю такие цвета. И самое ближайшее, что напоминает мне упаковка, это айфон оттенка розового золота. И просто обожаю такие цвета. Да, я прекрасно понимаю, что очень глупо хотеть какую-то коллекцию просто из-за упаковки. Но я визажист, я по своей натуре эстетист. Мне очень нравится, как что-то просто выглядит внешне. И я готова это приобрести. Я хочу всю эту коллекцию. Я уже, если честно, обоссала все магазины Литуали. Я извиняюсь за свое выражение, но по-другому не сказать. Потому что я объездила сегодня полгорода. Кто знает, у нас в Ростове есть такой торговый центр. Он называется ЦУМ. Я не нашла консультантов Нарс. Девчонки как-то там очень расплычатые, консультанты Литуали, мне говорили, что да, ну вот, вот оргазм, вот такой есть. Я говорю, нет, мне не нужно в черной упаковке. Я хочу вот этот красивый. Вот очень хочется не упустить эту коллекцию, потому что у нас в городе приезжают китайцы. Просто вот так вот все горами скупают и увозят к себе туда, в Китай. Я так понимаю, что у них это все ограничено и очень сложно купить. Поэтому я очень надеюсь, что я ухвачу. Я поехала в другой конец города. Ждала, пока консультант вернется с обеда. Это просто я вам все рассказываю, чтобы вы понимали, насколько безумно я хочу эту коллекцию. И она очень любезно дала мне свои контакты, чтобы я ей написала и сказала, что эта коллекция появится только через месяц. Так что, если вы вдруг хотите, то ловите консультантов Нарс и говорите, вот мой номер. Пожалуйста, напишите мне, когда придет что-то из этого. Я очень сильно хочу заполучить эту коллекцию. Причем я хочу ее в полном объеме. Она безумно красивая. И Нарс как раз таки очень популярен своим оттенком румян-оргазм. Теперь он у меня появится в коллекции. Я все отнекивалась и не хотела его покупать, потому что мне казалось, как-то он странный. Такой персиково-розовый оттенок с крупными блестками. Но вот настал тот момент, когда Нарс меня завладели своей красивейшей упаковкой. Я очень сильно жду. И очень выгодно покупать, кстати, это в Литуале. Мне где-то заказывать. Насколько я знаю, в России он представлен эксклюзивно. Но также можно Нарс купить на Культ Бьюти. А почему выгодно? Сейчас объясню. В Литуале очень часто скидки 50%. Либо купи один, получи второй в подарок. То есть, по сути, это получается безумно выгодно купить. Я так покупала палетку теней. У нее это в среднем цены за палеточку теней стоят 5000 рублей. То есть, купить уже за 2,5 вместо 5 кажется достаточно приемлемой ценой. В общем, я несказанно жду этой коллекции. И надеюсь ее заполучить в полном объеме. И, возможно, мы соберемся даже с вами здесь. И сделаем обзор на всю-всю-всю эту коллекцию. В общем, пожелайте мне удачи. И я, как настоящий бьюти-маньяк, буду выслеживать. Если вы помните, то не так давно я делала обзор на косметику, которую я ни в коем случае не куплю. И там просто осуждала бечь косметикой. Говорила, что за палетки для трансвеститов? Для кого это вообще делаете? И тут Анастасия Беверли-Хиллз совместно с драг-дивой Алиси Эдвард делает совместный запуск. Если кто не знает, Алиси это такая очень популярная драг-дива американская. И она такая, или он, я не знаю даже, как это правильно сказать, достаточно экстравагантная. И выглядит очень круто. Я на самом деле подумала, это по-любому мимо. Это вообще не мое. Но любопытство взяло надо мной вверх. И я зашла на аккаунт на Стива Беверли-Хиллз и посмотрела их запуск. Потом перешла к Алиси Эдвард. И мне так понравилось то, как они в целом сделали все это шоу. Танцы, пляски, песни. В общем-то, все это представление меня достаточно покорило. И я посмотрела на те яркие образы, которые, получается, мне очень привлек. Как этот красивый синий, я надеюсь, он будет точно такой же на глазах. Потому что, естественно, все на сводчах и в промо-акциях все идеально красиво. И плюс некоторые из этих оттенков это прессованные пигменты. А если вы помните такой достаточно известный скандал после субкультуры, когда прессованные пигменты абсолютно не хотели наслаиваться. Они какие-то образовывали в тушевках дыры. Я надеюсь, что с этими прессованными пигментами такое не будет. И я надеюсь, что сейчас они пересмотрели свою формулу. И с этими прессованными пигментами такое не будет происходить. Цвета безумные яркие. И Алисия Эдвард сама выбирала все оттенки, которые войдут в эту палетку. Ну, предположим, что это на самом деле так. В общем, я ее жду и очень задумываюсь над приобретением этой палеточки теней. На официальном сайте марки она выйдет 29 мая и примерно будет стоить 45 долларов. На наши деньги это получается в районе 3000 рублей в зависимости от курса рубля и в зависимости от того, где вы ее покупаете. Я практически всю косметику заказываю на Культ Бьюти. Там все исчисляется в фунтах. И у них есть минус 15% налог. Так что смотрите их цену. Умножайте по курсу фунта. Сейчас он, по-моему, 82 рубля. И вычитаете 15%. Это будет как раз-таки налог, вычитаемый для нас. Также еще забыла сказать, что бренд Анастасия Беверли Хилл скоро будет представлен в Сефоре. У нас в России официально. И на самом деле меня это даже немного пугает. Потому что обычно то, что у нас становится представлено в России, остальные сайты, в том числе и Культ Бьюти, перестают доставлять в Россию. А в Россию практически все это невыгодно покупать. Я надеюсь, что если даже и будет представлено у нас в России, то цены будут божеские. А не по 7-8 тысяч рублей, как это раньше делали перекупщики различные. Ну, в общем, будем ждать. Я надеюсь, что я еще и успею ее купить на Культ Бьюти до того, как она официально появится в России. Далее речь пойдет о Худе Бьюти. У нее выходят новые три палетки. И все три палетки посвящены неоновому цвету. И будет розовая, оранжевая и зеленая палетки теней. Я, естественно, хочу все, но меня больше всего интересует оранжевая, потому что, на мой взгляд, она смотрится ярче всех. Но я бы очень хотела попробовать все три. Я надеюсь, у меня получится заказать. Также Культ Бьюти прекрасно доставляет нам в Россию все палеточки теней Худе Бьюти. Официально они выходят 30 мая. Если не ошибаюсь, стоимость будет в районе 19 долларов. Это безумно недешево. Но попробовать очень хочется, потому что неоновые оттенки очень-очень актуальны в этом сезоне. Хочется попробовать поиграться с ними, сделать макияжи. Но, в целом, этот запуск мне очень интересен как раз-таки из-за того, что сейчас тенденция на неоны. Мне кажется, нужно его хватать, потому что это скоро закончится. Я уверена, что вот это буквально лето будет до осени и все. Поэтому хочется вот сейчас по максимуму попробовать. Если вы хотели что-то приобрести неоновое в качестве одежды, то не затягивайте с этим. Потому что это такая очень быстро проходящая тенденция. Я надеюсь, что у меня тоже хватит сил и денежных возможностей приобрести эту коллекцию. И надеюсь, мы опять же с вами соберемся здесь для обзора. И напоследок у нас будет самая сладенькая. Это Наташенька Денона. Порадовала она прям нас очень сильно. Если кто-то помнит, то у нее была Sunset палетка. Теперь она выпустила новое, которое называется Sunrise, то есть Восход. И она также навеяна красновато-персиковыми-оранжевыми оттенками. И несмотря на то, что у меня такого полно, я очень сильно хочу приобрести Наташу Денону. У меня нет ничего от нее. Я знаю огромное количество отзывов. И отзывов в основном, наверное, 95%. Они все очень крутые. И Наташа Денона, наверное, одна из немногих, у которой сводчи соответствуют действительности. То есть то, что она показывает в жизни, по факту так и есть. И по мнению многих, ее тени являются одними из самых лучших. До этого момента я жмотила. Мне казалось, что 8 тысяч за палетку теней, но это как-то слишком дорого. И я все ходила вокруг, бродила. Думала, ну как же так? Ну 8 тысяч рублей вот так вот взять и расстаться с ними. И тут Наташа Денона запускает палетку, которая будет по своей стоимости ниже, чем все остальные. И эта палетка теней будет составлять 60 фунтов, что практически в половину дешевле тех теней, которые у нее были до этого. Насколько я поняла, это объясняется тем, что эта палетка теней будет по объему гораздо меньше. Но если честно, мне тогда же будет легче, потому что тени вообще очень сложно использовать до конца. И мне буквально, может быть, в одном-двух оттенках из каких-то палеток я чуть-чуть добралась до дна. Это, по-моему, была вот Анастасия Беверли Хиллс. Но у нее, в принципе, очень мало в рефилах теней. И там добраться до дна очень даже легко. И я очень рада, что Наташа Денона, видимо, пошла навстречу покупателям, которые очень жаловались Наташенькой. Но это реально очень дорого. Ну 8 тысяч, ну куда так гнать? А эта палетка теней будет стоить в районе 5 тысяч рублей. И это гораздо приятнее. И с 5 тысячами проще расстаться. Палетки Худэ Бьюти стоят дороже. Хотя с качеством Наташи Денона никто не стоял даже рядом. В общем, я очень-очень жду. Она на официальном сайте Наташи Денона появится 3 июня. И я так поняла, что официальный запуск на остальных сайтах будет 6 июня. Я прям вот просто жду-жду-жду. Первое, что у меня must buy, это будет Наташа Денона. Второе, я обязательно приобрету всю коллекцию Нарс. Она ожидается в конце июня. И третье, что бы мне хотелось, если расставить в рейтинге, это, наверное, палетки Худэ Бьюти Неон Абсессион. И на четвертое место я бы поставила Анастасию Беверли Хиллз. А в общем, на этом все. Конечно, это не густо. Гораздо большее количество запусков нас ждет в начале лета, в конце мая. Но это вот самые горячие штучки, которые я хочу, я вожделею. У меня такое часто бывает, что я сплю и вижу во сне, как я покупаю какую-то палетку, как я и крашу, какие эмоции я от этого испытываю, какое наслаждение, какие у меня получаются образы, как я сниму с этим видео. Я могу вполне назвать эту болезнь косметика головного мозга или визажист головного мозга, назовите как хотите. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы для себя почерпнули что-то новое. Я заранее извиняюсь, потому что я знаю, что желание приобрести косметику, оно очень сильно заражает. Я вас, как всегда, всех целую. До встречи, всем пока. Ребят, всем большое привет. Я очень рада приветствовать нас.